Парадоксально, но факт. Азербайджан никогда не входил в состав Российской империи, а всегда оставался на своем месте, в составе Персии или Ирана. Как же случилось, что мы имеем сегодня Азербайджан совсем не там, где он находился исторически? Все произошло в конце Первой мировой войны и после распада Российской империи во времена турецкой интервенции. Известно, что название «Азербайджан», применительно к территориям, вошедшим в 1920-е годы в Азербайджанскую ССР, стало применяться лишь после 1918 года, а именно после установления на части этих территорий турецкого оккупационного режима в последний год Первой мировой войны и провозглашения так называемой Азербайджанской демократической республики. Вот что писал о создании марионеточного образования лидер белого движения генерал Антон Деникин «Все в Азербайджанской республике было искусственным, ненастоящим, начиная с названия, взятого в одной из провинций Персии». После поражения турок эстафету власти в регионе взяли на себя англичане, а позже большевики. Аппетиты последних распространялись далеко за границей бывшей Российской империи. Сохранялась и надежда на советизацию постосманской Турции. В этих условиях Азербайджанская демократическая республика оказалась как нельзя кстати в качестве плацдарма для распространения коммунистической экспансии на юг и восток. Этноним азербайджанец и вовсе появился лично по приказу Иосифа Сталина, который проводил унификацию республик СССР. После принятия новой конституции 1936 года все мусульманское население Азербайджана должно было именоваться именно азербайджанцами, чему способствовала политика партии по подавлению и ассимиляции всех нетюркоязычных народов республики. Однако до этого момента тюркское население именовало себя кавказскими татарами или турками. Достаточно взглянуть на царские переписи населения и более поздние документы, чтобы убедиться в этом. Уникальность советского Азербайджана заключалась еще и в том, что это образование, будучи искусственным, скроенным из разных земель и народов, проводило вполне конкретную политику тюркизации. Попыткой большевиков раздуть огонь мировой революции на Востоке объяснялось и их стремление подкупить местную тюрко-мусульманскую элиту с щедрыми подарками в виде армянских провинций Нахичеван и Нагорный Карабах, Арцах. Впоследствии это привело к возникновению Карабахско-Азербайджанского конфликта, который тлел все годы советской власти и вспыхнул с новой силой в 1988 году, оставаясь неурегулированным вплоть до сегодняшнего дня. И именно территориальная политика советов породила впоследствии сумгаидские и бакинские погромы, когда было зверски убито несколько сотен армян. Фактически, осознавая свою несамодостаточность с точки зрения исторической науки, азербайджанская власть пытается с помощью агрессивной риторики и исторических фальсификаций доказать состоятельность азербайджанского народа и государства. Именно поэтому фальсифицируется история, уничтожается культурное наследие коренных народов региона армян, грузин, лесгин, талышей, аварцев, удин и других. И проводится мощная пропаганда, угодной для власти истории. Субтитры создавал DimaTorzok